Отчитаться о том, что сделано, и определить дальнейшую стратегию развития Подмосковья. В этом году ежегодное обращение Андрея Воробьёва прошло под слоганом «Перемены. То, что волнует людей». Сегодня эко-пункт позволит сдавать пластик, металлическую банку, дальше стекло будет. Сегодня это система бонусов, которая распространяется в Московской области. Это тоже выгодно, но ещё не деньги. 900 таких пунктов мы поставим до конца года. В обращении губернатора были подняты самые разные темы – от здравоохранения до строительства школ, дорог и сохранения экологической стабильности в регионе. Всем нужны не человечники, а комфортные экосистемы. Что это значит? Это значит двор без машины, где могут спокойно гулять дети, светлые безопасные подъезды, есть где оставить коляску, поставить велосипед. Вход удобный, без ступеней. К концу 2023 года правительство Московской области планирует решить проблему недостроя и помочь всем обманутым дольщикам. Также губернатор объявил о старте программы реновации, в результате которой тысячи семей смогут переехать из старого и аварийного жилья в новые комфортные дома. Призвал он также не забывать и о социальной инфраструктуре. Важность проблемы подтвердил и глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Сегодня существует очень серьезная проблема с социальной инфраструктурой. И уже в ближайшие два, два с половиной года мы построим порядка десяти школ, такое же количество детских садов, что позволит на 90 процентов эту проблему разрешить. Продолжится активное строительство дорог местного и регионального значения в Ленинском городском округе. В ближайшее время будет проведена долгожданная реконструкция Володарского и Каширского шоссе. Также Андрей Воробьев анонсировал старт проекта «Парки в лесу», куда в числе первых попадет и Видновский лесопарк. Планируем сделать лажеролиную трассу, об этом просили жители, это намоленное место у наших жителей. Есть концепция, концепция согласованная с жителями. Перед началом работы мы обязательно выйдем, еще раз соберем людей. Губернатор поблагодарил медиков за самотверженный труд в борьбе с коронавирусом и призвал жителей Подмосковья активнее прививаться для создания коллективного иммунитета. Он также анонсировал, что в ближайшее время автопарки скорой помощи пополнятся на 167 новых автомобилей. Количество реанимационных бригад также будет увеличено. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого.